Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Да пребудет с вами Божье благословение во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мы продолжаем нашу передачу «Точка опоры». Задача этой передачи – помочь вам с Божьей помощью обрести точку опоры, которая есть стяжание благодати Святаго Духа, встреча с Богом на трудных дорогах жизни. В двух предыдущих передачах мы говорили о социальных, житейских причинах алкогольной зависимости, духовных ее причинах. А сегодня мы поговорим о зеленом змее, с которым нам предстоит с Божьей помощью справиться для преодоления алкогольной зависимости. У этого змея три головы – психическая зависимость, физическая зависимость и духовная зависимость. Сегодня мы говорим только о первой его голове – зависимости психической. Что это такое? Нужно понимать, что зависимость – это некое состояние, абсолютно непреодолимое для самого человека. Однажды апостол Павел воскликнул, «Господи, бедный я человек, доброго хочу делать, но не делаю, а злое не хочу, но творю». Человек, попавший в психическую зависимость, он делает иногда не то, что хочет, а то, что не хочет. Какова же основа этой зависимости? Основой этой зависимости лежит в физиологическом изменении организма человека. В первую очередь центральной нервной системы головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Православие – такая поговорка. Если священник с верою прочитает разрешительную молитву над одержимым бесом, то бес оставит человека. И человек с Божьей помощью почувствует облегчение. Но даже если семеро священников будут молиться над пьяным, он не отрезвеет. Собственно говоря, мы можем говорить о физиологии греха. Грех, который изменил нормальную физиологию человека, приведя ее в болезненное патологическое состояние. Есть такая медицинская отрасль науки – патологическая физиология. Он не может быть устранен только духовными путями. Его, собственно говоря, надо лечить. Про такого человека, у которого изменит физиология, сказано в проповеди Иисуса сына Сирахова – «Человек, прогневавший Бога, да предастся в руки врача». В нашем организме, в центральной нервной системе человека, в его головном мозгу, в желудочно-кишечном тракте вырабатывается более полутора тысяч внутренних гормонов радости жизни. Их можно назвать внутренними наркотиками. Это гормоны радости жизни. Изучением этих гормонов занимается особое направление медицинской науки, которое называется психиатрическая эндокринология. И, как нередко бывает в нашей стране, возникло это направление в 90-х годах прошлого века в нашей стране, а потом переместилось в Соединенные Штаты Америки, где сегодня это является одним из самых приоритетных и важных направлений развития науки в мире. А в Америке есть институт, занимающийся этой проблемой, с годовым бюджетом 6 миллиардов долларов в год. Это самое приоритетное научное учреждение Соединенных Штатов Америки. Все наркотики, все психоактивные вещества – это синтетические аналоги гормонов радости жизни. Несколько лет назад Английская Ассоциация Психиатров составила список 200 самых страшных наркотиков мира за всю историю человечества. Так вот, среди 200 самых страшных наркотиков алкоголь занимает третью позицию, а курение – шестую позицию. Вы представляете, как это страшно? Алкоголь – это наркотик номер три всех времен и народов, а курение – наркотик номер шесть. Мы отдельно поговорим потом и о других зависимостях, в том числе о курении. Так вот, в нашей центральной нервной системе, в головном мозгу человека, в желудочно-кишечном тракте вырабатывается 10-12 граммов 80% спирта в сутки. От того, как вырабатывается внутренний алкоголь, зависит система мировосприятия человека. Человек, у которого хорошо вырабатывается алкоголь, радуется жизни, он видит светлую часть мира, он быстро забывает плохое. А человек, у которого алкоголь вырабатывается плохо, ему никак не забыть плохого. Он теряет способность радоваться жизни. У него душа всегда праздника просит. Вот именно когда душа праздника просит, можно говорить о том, что в организме вырабатывается недостаточное количество внутреннего алкоголя. В стрессовых ситуациях это количество может удваиваться, утраиваться, даже удестеряться. При стрессе, опасном для жизни, в организме человека может вырабатываться 120 граммов 80% спирта. Подумайте, ну в общем-то почти бутылка водки. Это помогает человеку преодолеть боль, спасти жизнь, стереть из памяти отрицательную информацию. То есть это святая из святых, это главный защитный механизм личности человека. Когда человек начинает вводить гормоны радости извне, то внутренняя выработка постепенно уменьшается, снижается и полностью останавливается. Вот собственно говоря, это и есть психическая зависимость. Прекращение выработки внутреннего алкоголя. Вы знаете, что есть такое непростое заболевание сахарный диабет. Если любому здоровому человеку начать давать инсулин, постепенно уличивая дозу, то в конце концов инсулин перестанет вырабатываться в организме и разовьется сахарный диабет. Вы, наверное, слышали о таком понятии, как гормонозависимый больной. Но мало кто из вас знает, что самые четыре, самые популярные четыре медикамента в современной России по рейтингу продажи в аптечной сети, четвертое место занимает всенародно известный препарат Мизим. Помните рекламу? Если сильно обожрался, преми Мизим для желудка незаменим. И показывают сильно обожравшегося, который пляшет и поет. Два-три месяца приема препарата, и желудок перестанет работать. Вы будете принимать его пожизненно. 36 миллионов долларов официальная цифра от продажи Мизима. Третью позицию занимает всенародно любимый препарат на стойка боярышника на спирту. Весь мир не выпивает столько боярышника, сколько наша страна. Возможно, это генетическая память русского человека и его любовь к фитотерапии, к лечению травами. Нет. Это не любовь русского человека к лечению травами. Это пьянство русского человека. Потому что тот боярышник, который пьют, это не лекарство. Это спирт, окрашенный в цвет боярышника. Второе место. Да, вот настойка боярышника 38 миллионов долларов в год. Получается прибыль аптекам. Второе место занимает Виагра для повышения потенции. Замечательный препарат. Два-три приема по жизненным потенциям обеспечено. 42 миллиона долларов. Но никто из вас не угадает, что занимает первую позицию. Первую позицию занимает активированный уголь для снятия интоксикации и отравлений. Вот чтобы съесть угля на 46 миллионов долларов, это надо целый угольный разрез Донбасс или Кузбасс принять. Вот вам образ современного россиянина. Интоксикация, импотенция, пьянство и желудочное несварение. Вот это тот человек, которого надо привезти к Господу Богу. Вот это то самое общество, та самая зона апостольского служения, на которой должна делать посев Святая Соборная Апостольская Церковь. Вы можете меня спросить, а это обратимый процесс, психическая зависимость? К счастью, да. Если человека поместить на остров, где не курят, не пьют, не принимают наркотики, то он выйдет из психической зависимости без лечения. Время уйдет много. Особенно тяжело будет первые 2-3 года. Но через 2-3 года на 70% восстановится выработка внутреннего алкоголя. Через 5 лет на 80%. А полное восстановление наступит за тот период, в который человек входил в зависимость. Сколько пил, столько будешь выходить из этой зависимости. Существуют специальные медицинские методы лечения, которые помогают человеку быстрее преодолеть психическую зависимость. Но для этого необходимо большое искреннее желание самого человека лечиться. Собственно говоря, алкоголизм излечим. Неизлечим он только тогда, когда человек, не считая себя больным, не хочет лечиться. У меня был один такой больной, который лечился 70 раз в стационаре. Ему было 37 лет, 5 раз был в ЛТП еще в советское время. Я его спросил, у алкоголика? Он сказал, нет. Я его спросил, а кто вы? Он говорит, я пьяница. Я решил ему объяснить, что такое алкоголизм. Он меня внимательно выслушал и сказал, я понял, я алкоголик, но не хронический. Вот очень важно, чтобы человек, приходя к врачу здоровым, в кавычках, уходил хроническим алкоголиком. Если он так почувствует, считайте, что он уже преодолел психическую зависимость. Восстановление критической самооценки является главным патогенетическим фактором преодоления алкогольной зависимости. Помните, дорогие мои, ваше счастье, ваше здоровье, ваша судьба во многом находится в ваших руках. Посеешь мысль, пожнешь поступок, посеешь поступок, пожнешь привычку, пожнешь характер. Большое спасибо за внимание и да хранит вас всех Господь. Божье благословение да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.